Итак, мои друзья, бравый солдат Швейк оказался уже в кабинете у веселого аудитора на военном суде, практически военно-полевой суд. Тыква. Эти не шуточки. Итак, вот к этому-то веселому аудитору и был доставлен на допрос Швейк. По обе стороны рестауново стояли конгонии с примкнутыми штыками. Вот с такими вот. Милые добрые глаза Швейка бродили по помещению, Взывая к совести всех вокруг, аудитора, обвинительного акта шкафов в углу и конвойных. А Швейк был в какой-то экзальтации мученичества, простодушного, на все готового мученичества. Казалось, взор его блуждал где-то далеко, в таинственном мире неведомого ему самому. Небесное спокойствие было разлито по лицу Швейка. А на душе у него было так, как бывало еще во времена военной службы, Когда Кабр, уездный начальник, уговаривал ему, Не плачьте, не искушайте вечную справедливость. Если вы невинны, это обнаружится. А пока вот вам пять дней, чтобы вы знали, Швейк, что я не какой-нибудь людоед и понимаю вас. А ну, видимо, и пять дней губы. Аудитор свертывал себе папиросу и, улыбаясь, глядел на Швейка. А Швейку было все-таки приятно. Ему казалось, что мучения его приходят к концу, Что здесь его действия признают правильными И манифестацию явлением замечательным. Так вы и есть тот самый ревматик, Промолвил аудитор, продолжая улыбаться. Да, к вашим услугам, ответил Швейк. Я тот самый. И тоже улыбнулся. Так-так, продолжал веселый аудитор. А стало быть, это вы устроили потеху на Вацлавской площади. Ловко у вас получилось, а? Швейк! И он опять так мило улыбнулся, что Швейк просиял. А вспомнив, как его везли в коляске и что из этого вышло, Он, исполненный душевного спокойствия, ответил. Так точно! Занятно получилось, да? Аудитор принялся что-то писать. И, конечно же, печатать на машинке. Безусловно, печатать, печатать машинка. Алло! Вот, запали буковки. И что теперь с ними делать, с этими буковками? Ась! Ась! Поднять! Не поднять буковки. Все. Приехали. Охренеть! Ой! Так точно! Занятно получилось. Аудитор принялся что-то писать. Время от времени он с улыбкой спрашивал, Швейка. А значит, это была шутка. Так точно! Шутка смеет доложить. Отверил Швейк. Ну, подпишите тогда. А Швейк взял перо и аккуратно вывел. Иозеф. Швейк. Можете идти. На пороге Швейк обернулся. Веселый аудитор крутился новую папиросу. А Швейк промолвил. Я бы только попросил господин лейтенант. А как бы все это поскорее? На душе у него было легко. А когда соседи по камере стали спрашивать, чем все кончилось, он ответил. Да что могло кончиться? Все в порядке. Господин лейтенант замечательный человек. Просто золотой, наверное. Да, человек замечательный, усмехаясь, сказал кто-то. И Швейк повторил добродушно, тоже улыбаясь. Хороший, очень хороший человек. У окна кто-то нацарапал стекляшкой на грязной штукатурке виселицу и под ней свои инициалы МЗ. Швейк был в хорошем настроении, смеялся даже этому. И все ему казалось радостным, спокойным. Не будь только без пристрастного тяжелого шагания по лестнице до отрывистой команды при смене часового. Швейк заснул мирным сном. Утром его разбудил страшный шум, раздавшийся из всех окон, выходящий на большой двор. Это заключенные пением и криком приветствовали новый день страданий. Из одного окна на третьем этаже до Швейка донесся голос ученика его Богуслава. Хозяин, хозяин, тоже здесь. Я буду свидетелем. Доброе утро, Богуслав! Крикнул ему сверху Швейк. Так длилось целую неделю. Швейк, сидя на нарах, с явным удовольствием хлебал из котелка мутную похлебку, заедая ее каким-то удивительным хлебом. Если раньше у него еще были сомнения насчет того, не совершил ли он что-то дурное, то после допроса аудитора, но это и как следователь, и его улыбке ему стала ясна не только собственная невинность, но и неизбежность благополучного исхода дела. А в душе он уже простил Градчанскому военному суду и мысленно перенесся на винограды, в ловчонку, где висел портрет Франца Иосифа, и из-под старой кровати выглядывали две морские свинки. Швейк до смерти любил возиться со своими морскими свинками. Их судьба волновала его и здесь, в тюрьме. Он видел и их белых, черных, желтых, вытягивающих свои маленькие поросячьи рельсы вверх к соломиному тифику. Да, только об этом и думал здесь Швейк, о своей абсолютной невинности, о благополучном окончании дела, да, и о гибели покинутых морских свинок. Он, безусловно, думал все больше и больше. В этой же камере сидел один вдовец. Как-то раз, идя на работу, он повстречал вереницу грузовиков запасными и увидел плачущих женщин, провожавших мужей. Вспомнил, что у него тоже была жена, которая так его любила. Ему стало страшно, жаль этих женщин, так жаль, что он крикнул «Бросайте ружья!» В ту минуту ему показалось, что это очень просто. Солдаты кинут ружья, штыки, и война кончится. Женщины перестанут плакать, а у этого вдовца дома были две дочки. Две девчонки. Он часто подсаживался к швейку, и они беседовали. Швейк сокрушался в морских свинках, а вдовец о своих детях. Кто их накормит? О таких человеческих морских свинках в Чехии были тысячи, и чей-то железный кулак сокрушительной силы бил их по головкам. Бил и бил, пока морские свинки, и не только свинки, не загибались. За то время, что швейк сидел в тюрьме, русские войска захватили Львов, осадили Перемышель. В Сербии, у австрийской армии дела тоже шли плохо. Поражане радовались, но на Марове готовилась печь калачи. Готовились печь калачи, ждали казаков. Русских, соответственно. Военный суд не успевал приговаривать тысячи, десятки, сотни граждан. Дело швейка продвигалось туго. Дорогие друзья, до новых встреч! Продолжение следует, ребята.